всем привет сегодня у нас будет заключительный обзорчик на на красав постараюсь вам в общем показать какие таланты руны и созвездия чары нужно ставить можно ставить кто не смотрел видосы отдельно про каждого посмотрите очень много всего интересного так ну что у меня на аккаунте 5 на красав больше принципе смысла качать нету я использую из этих пяти всего 4 начнем вот с этого с огненной защитой это самый топовый я его использую чаще всего везде на защите на атаке на битве гильдии на фортах на волнах это самый как по мне универсальный есть смысл его прокачивать точно такой же где-то равносильно это с каменной кожей по защите он немножко лучше но он не настолько универсальный потому что у него нету отражение отражение последнее время очень себя хорошо показывает поэтому каменка это чисто танк но даже в таком в такой сборке он очень крутой он держит удар урона ему хватает то есть если вы хоть у вас нет возможности вы хотите какой-то какого-то одного универсального то это либо каменная кожа либо огненная защита одно из двух так дальше корочный вариант использую на арене использую в забытой битве использую в королевской битве на алтаре также можно использовать на атаке фортов но он менее стойкий как два предыдущих ну и теперь домашний вариант это с богом войны урона конечно немерено круто сносит все но очень быстро убивается попадает на хранителя убивается попадает на отражалку убивается поэтому честно говоря такой вариант я бы не советовал даже собрать лучше соберите с бастионом он будет немножко более живучий то с такими талантами они не показывают себя так как показывают три предыдущих ну и самый ущербный на сегодня вариант это с ожогом прокачал его ради теста честно говоря говнище полное даже не вздумайте ставить это не тот талант для этого героя просто похерите кулаки какие есть еще варианты ну с бастионом можно ставить на кроссоводушевлением нету смысла ставить на кроссоводушевлением то что он там будет бить раз в четыре секунды он и так бьет нормально если его задевают он нормально у него быстрый набор энергии нет смысла ему там убирать либо атаку либо дав то есть я всегда придерживаюсь того что герой был должен быть более универсальным чем просто иметь какую-то там одну функцию либо урон либо атаку поэтому делайте как бы выводы смотрите уже сами на свое усмотрение пару нам что можно ставить ну естественно это оживая психо щиты другие талантики можно также поставить утекание все остальное как бы смысла нету если у вас там вариант который сдав там огненная защита можно поставить бог войны бастион если у вас же с богом войны с бастом можно поставить утекание живу ножи во всем подходит утекание подходит абсолютно всем это два самых две самых топовых руны для этого героя все остальное честно говоря нафиг не надо также можно использовать еще дополнительно это разброс тоже иногда хорошо заходит но это в таких ситуациях если там один против двух или пару героев против но если против пачки это не не канает что еще пару нам можно посоветовать ну все остальное ремку чтобы первым ударил но это я делаю так на атаке фартов иногда бывает ставлю чтобы он сразу же вультовал и потом следующий залп он опять заряжен по артефактам все зависит от локации где вы будете его использовать можно ставить меч молнии тогда если у вас там на роли на созвездиями уклонения он будет офигенно держать удар по нём не будут попадать и соответственно он сможет на протачить вашему врагу очень серьезно можно ставить кубок будет себя хилить так как у него есть дополнительная встроенная защита понижалка от урона кубок тоже очень хорошо заходит на вариантах с дефом особенно с каменкой я ставлю медальку он тогда получается более живучий урона очень мало если вы ему еще поставить и питомца ангелка который дает дополнительно 80 процентов понижения урона его просто не будут пробивать так что еще ну крит смысла нет у него и так урона хватает в отдельных ситуациях можно еще поставить глаз города тоже очень хорошо помогает по снаряги по чарам ну естественно победный выпад это самый топовый для него также можно ставить проклятое поле тоже очень хорошо заходит передача энергии это такие уже менее топовые талантики также очень круто ему заходит раскаленный доспех плюс 25 процентов к жизни также вокруг него аура идет которая тоже наносит неплохой урон ослепление ну это такой вариант как пвпш на этом смысла особо нету хранитель леса что-то мне не зашел мне понравился поначалу думал будет топовые чары в итоге даже на том же самом дереве просто убрал поставил огненный доспех и честно говоря намного круче стал стала древко себя показывать пвп режимах по созвездиям вот это самый топчик если у вас конечно есть возможность донить много и выролить себе там уклонение это то также можно поставить там урон крит урон но вы опять же сводите все к тому что ваш герой будет очень быстро убиваться потому что сейчас в игре очень много отражалки люди перекачивают героев качают их с огненной защитой с ракушкой ну вариантов очень много плюс те же самые варлыки которые дают огненный щит поэтому лучше всего чтобы ваш герой дольше держал удар соответственно такой герой больше нанесет урона противнику и у вас выше будет шанс то что вы просто противника убьете быстрее чем он попадет по вас на жизнь там ставить крит урон крит ну смысла нету героя надо собирать чисто под пашный вариант то есть это такой герой который именно создан для пвп режимов можно также им фармить но он не настолько имбовый как тот же самый там допустим анубис он массово бьет бьет по всей карте по зоне этот герой бьет по маленькой зоне то есть в основном насколько я тестировал и видел он бьет по целям там где больше всего жизни хп то есть я не могу до конца понять какой у него приоритет стоит потому что на битве гильдии он бывает бьет в казармы бывает бьет сразу по юнитам ну пока непонятно не могу словить это принципе в принципе все все что мог вам про эту линейку героев рассказал дальше уже смотрите сами делайте для себя какие-то выводы подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока